Доброе утро! Сегодня я вам расскажу о растениях, которые иногда путая, мы сажаем либо на улице, а это комнатное растение. Растение, которое ярко цветет, активно вегетирует, дает нам массу удовольствия, когда мы проходя видим клубы из бегоний. Но в осенне-зимнее время у нее практически период покоя, как мы видим на этом примере растения. Растение не впадает в спячку, оно просто начинает с сокодвижения внутри вазона в корневой системе и готовится к весне. В зиму и отдыхает, весной и летом активно цветет. Гейхера наоборот. Растение, которое не отдыхает, если температура позволяет на улице, она будет до морозов в таком состоянии. Лист будет расти, вегетировать. Единственное условие, ни в коем случае не должна быть земля перелита, она не любит перелив. И обязательно вносим полив в весенне-летнее время. Юки, то есть пальмы. Многие растения, которые мы любим в домашних условиях, перекочевывают на улицу. По ошибке люди, просмотрев видео или прочитав, что пальму можно высаживать на улицу, юку, высаживают домашнюю юку. Юка есть уличная, это крымская юка еще называют. И есть драцены, юки, которые непосредственно для комнат. Эта юка выдерживает до 20-25 градусов мороза. Ее не надо укрывать. Ее поливают очень умеренно, как обычные все пальмовые растения на протяжении всего сезона. И ни в коем случае подкормку она не требует. Это растение засушливых зон, там, где песчаные грунты, там, где нет достойного полива. Растение комнат, экзотическое растение, которое радует нас своей красотой, пышной кроной. И некоторые виды пальм, юг и драцен, можно ставить на светлое место, а не с более светлой окраской листа. Они не любят перелив. То есть это два раза в неделю в летнее время и зимой можно раз в месяц. Но опрыскивать нужно хотя бы раз в неделю. Растение тогда даст вам прекрасную крону и порадует вас обилием листьев. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова